Что еще резонансного ожидает нас в ближайшее время? Это поднятие тарифов. Это то, что звучит сегодня из уст Кабмина. Это то, что комментирует министр топлива Демчишин, это то, что обсуждается на комитете. Повышение порядка 3-4 раза. Насколько это будет идти плавно, пока непонятно. То есть это будет разово сделано, это будет сделано в 1-2 этапа. Но пока хотят повышать, начиная с апреля, плату за газ. Плата за газ должна увеличиться примерно в 3 раза. Если взять самый дешевый, у нас что идет, газа, лебед по газу, это по-моему гривна 9 копеек для приготовления пищи. То вот по этой ставке люди платили в районе 20 гривен. Или около этого 15-20 гривен в месяц. Сегодня это будет где-то порядка 50-60 гривен. Казалось бы, немного, да? Но это для того, кто готовит пищу, и только пищу в одно. А основной-то удар пойдет по сельским жителям, по сельским территориям, по тем людям, у которых потребление газа не минимальное для приготовления пищи, а у которых стоят газовые котлы, которые газифицированы. Есть большие заверения правительства, что будут включены компенсаторы определенные в виде защиты малоимущих, субвенций и так далее. Было требование на последней встрече представителей Международного валютного фонда и правительства. Так вот, Международный валютный фонд требовал, настаивал, не требовал, настаивал на том, чтобы тарифы для населения равнялись стоимости газа, какой Украина импортирует, завозит к себе. То есть, что цена газа для населения должна быть на уровне 300 долларов на сегодня. Естественно, понятно, что для нас это невозможно. Поэтому самый компромиссный вариант был, это вот то, что я сказал, поднятие в три раза пока. Ну, с гривны, там, грубо говоря, до трех-трех с копейками за куб. Ну, или три тысячи гривен за тысячу кубов. Хотя, хотя позиция МВФ остается, что все равно для населения, если вы хотите получать кредитный ресурс, озвученный, вы должны дотягивать до этих 300 долларов. Субтитры создавал DimaTorzok